остановитесь остановитесь пожалуйста прекратите вы задержали получается полицейского да пройдемте со мной пожалуйста не мешайте сэр всем привет дорогие друзья с вами хоккей да и добро пожаловать на сервер юди роллплей сегодня врываемся сюда за охрану групп 6 групп 6 как вы просили не так давно вот и сегодня мы будем патрулировать игры в рамках нашей охраны компании тех значит заведение которые мы охраняем да то есть грейпси их не так много но тем не менее хватает вот шериф стоит такая же практически кран виктория у него одиннадцатого года круто круто у нас огни очень классные кстати мне они очень нравятся на машинах групп 6 прям очень и очень крутые огни вот и мы скорее всего поедем в центр города и посмотрим какие вызовы мы сегодня сможем получить вот друзья вы ставьте лайки подписывайтесь на канал не забывайте про это и да мы посмотрим как она поедет хам он хотел выехать за мной я не знаю за мной ли он конкретно едет но тем не менее мы проверим от магазин проверим задний вход выход банкомат осмотрим быстренько то есть ду осматривает вход магазин ты 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 а вроде нормально выглядит целым и в порядке ду проверяю замок на заднем входе ты 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 выглядит тоже целым так здесь вроде не больше входов не было нет я слышал какие-то крики здесь неподалеку что происходит что происходит что происходит происходит ладно вроде внутри все целое банкомат тоже выглядит относительно в порядке добрый день охраны групп 6 заходим проверяем раздеваться не обязательно так окей с дверями все в порядке надо заполнить наш отчетик то что мы сегодня побывали здесь и да как-то так блин было бы здорово если у нас реально были бы отчеты типа бач данных типа работы да было бы классно так ты выполняет отчет перед целью и ты на хайвай патруль тоже здесь есть здорово на сэр вам помочь добрый день нет все в порядке просто проверяем входы-выходы и так далее стандартная процедура и красочек заполняем шериф поход тоже одежда нужна на правление добрый день могу чем помочь добрый день управление полиции шерифа блайн каунте хотел будет сервис все ли у вас здесь порядке видел вы включали сирена до мигалки включил но я на частной территории просто близко слишком к обочине был да я хотел бы чтобы как бы проезжающим мимо автомобиля если что ну видели мой автомобиль да потому что здесь довольно неудобно неудобное парковочное место в целом да все в порядке просто отчеты заполняем осматриваем здание подконтрольное вот так что так хорошо я вас понял всего доброго хорошего дня бля копты реагирует нормально понравилось но они просто не понимают а что как бы в штатах например на больших парковках да то есть люди ну именно охрана она заезжает как бы на саму точку да и начинает там кружить по парковке например но оставим машину здесь чё бы нет чё бы нет да он там в церковь пьет надо как-то голос поменять за что я выгляжу как не очень такой человек мне кажется подошло бы знаешь таким быть довольно глупым добрый день проверяет замки там кофе наслаждается аду проверяет внешние замки пока до конца смены еще не знаю пока в этот счет вытяжает носом когда проходишь мимо кого нибудь Типа ты до хрена серьёзный Холстер На кодели бочков урна Пристально смотрит на урну Мать твою Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 я посмотрел настоящий так значит пусть полиция с тобой разбирается пойдем пойдем со мной пойдем мальчик пойдем пойдем со мной все съемщики покажу офицер добрый вечер как раз в водяном пистолетом стрелял добрый вечер он тот охранник слишком борзый стрельбу начал так офицер я как раз собрался звонить значит вот малец достал автомат прямо около главного входа в магазин на правило на меня и собирался сделать несколько выстрелов вот собственно сам автомат он сейчас задержан я на него наручники надел сам применил табельное оружие сейчас я рапорт как раз таки заполняю вот этот вот парень я не знаю разбирайтесь с ним сами просто на оружие однако он применил я попал в кого-то выстрелы в воздух были произведены выстрела воздух хорошо я понял спасибо за вашу бдительность сейчас разберемся в данной ситуации спасибо если нужен будет какой-то комментарий от меня если что здесь неподалеку заполняю отчеты магазин закрыт автором автор обезопасных движений проходим за мной офицер офицер можно вас сюда помните я млм сорок айдер по новости на сайте сзади меня Вот, офицер думал, что это огнестрель. Я хотел сказать просто, как все было. Проедите с нами, дадите показания. Да, офицер, здравствуйте. А, тихо. Так, я пока тебе парапорт заполняю туда-сюда. А, да, счет этих молодых людей, действительно, если я был водяным. В любом случае, это угроза жизни. И, как минимум, это можно расследить как хулиганство общественном месте. Ну да, да, все правильно он говорит. Потому что я не мог понять то, что он был водяным, типа, издалека особенно. Какая угроза жизни? Водой что, убить можно? Максимум в глаз попасть. Максимум в глаз попасть. Вы задержаны за хулиганство. Я вам взгляну. Я сейчас могу помочь. А я не стрелял. Будет офицер разбираться. Так, значит, если моя помощь каким-либо образом вам понадобится, если что, звоните мне по номеру 27. До свидания. Я на связи. Эй, 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 офицер! Стой! Магазин пока закрыт. Мне надо закончить с рапортами. Ладно, пока закрыт. Да, конечно. У нас здесь инцидент просто был. Если хочешь, я могу вынести тебе что-либо изнутри, но, к сожалению, пускать я никого туда не могу. Да, хорошо. Он был. Порто охранник. Друган, а куда твой байк увезти? Сюда поезжать не будем. Я тоже. Опазднование не будет. А вон он там стоит. Свои можно поставить меня, наверное, сейчас отпустим. хорошо так я вижу вот этот пистолет да мы это я на данный момент пока да еще немножко осталось сейчас офицеру беру велик я пока на данный момент его пока изымаю у вас до выяснили причин и его за 30 баксов купил также объяснял ваши права а вы имеете на время молчания любое ваше сказанное слово будет использовано противосуде вы имеете право на адвоката если у вас не денег на адвокат государства представить вам в суде у вас есть вопросы пока пока дозвоним спасибо что выбираете эту грязь шалится благодарю за вашу бдительность а господина групп шесть процент блин меня зовут майкл майкл бэр мать твою корова на дороге непорядок непорядок так стоять 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 кому говорю стоять стой стой тебе говорят стой если вы не остановитесь я буду воспринимать это как сопротивление сотруднику охранного предприятия остановитесь черт возьми остановитесь вот так значит на данный момент вы задержаны остановитесь я вам говорю остановитесь так у меня недостаточно большие наручники чтобы надеть на нее черт возьми еще одна корова остановитесь 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 пожалуйста прекратите остановитесь и проследуйте в обратном направлении черт мне будет нужна полиция сюда если это продолжится возвращайтесь обратно отлично так нам надо будет заполнить рапорт по этому поводу так значит два человека нет два существа которых не удалось происхождение происхождение не удалось определить выбежали в двенадцать двадцать на проезжую часть нет я задержал только что несколько подобных существ они выбежали прямо на проезжую часть и вернул на место если что я обязательно к вам обращусь я охраняю это место с вами все хорошо да меня зовут майкл барри очень приятно я благодарен вам за то что вы делаете так ну у меня работа спасибо с вами все хорошо групп 6 ду ду отвечает на телефон оце войс 2 сейчас мы сейчас я в дискорд зайду секунду эээ в дискорде пообщаемся тогда мне надо кстати на заправку заехать алло алло а добрый день а вам не давали номер только что по поводу задержанного в 24 на 7 с одинный пистолет а то вы да а я попросил бы вас приехать управление полиции в блэк каунте а также дать пояснения по данной ситуации вы проходите по данному делу как свидетель хорошо ожидайте я прибуду в ближайшее время спасибо спасибо окей блин на самом деле голосовые сообщения это здорово кстати кто это был не представился он меня останавливает а то фай я не знаю может он тоже патрулирует окей ой я надеюсь что этот парень не с радаром там сидел управление полиции окей сейчас поедем разберемся с вами все в порядке он говорит ха-ха-ха ха-ха-ха так у меня по бензину проблемы явно есть вот так я хочу с пистолетом холстер ха-ха-ха добрый день добрый день это именно вы да я которому вам сейчас звонил да майкл барриан да хорошо значит вот задержан наш посмотрел его по базе данных в принципе законопослушный гражданин довольно таки молодой а а что вы можете сказать по данному поводу по поводу его задержания как ситуацию с самого начала ну смотрите этот юнец себя проявлял очень и очень нестандартно будь я его отцом честно вам признаюсь он бы получил ремни вот он приехал к магазину на своем двухколесном транспорте я не знаю как он называется и встал прямо перед входом после того как я ему сказал чтобы он отъехал и желательно положил свой же велосипед поставил его около мусорки то он это сделал после чего по моему у него еще и друг был и вот он достает оружие и направляет его на меня и я делал несколько предупредительных воздух уже собираюсь по нему выстрелить но ему везет и он забегает за угол поэтому я по нему не попал вот это покушение на убийство покушение на убийство это твое действие сынок а поосторожен с выражением пожалуйста ты меня не отец чтобы меня сынком называли господин охранник как вас еще раз зовут Майкл Берри очень приятно Майкл Берри Майкл скажите пожалуйста задержанный а а эй полегче как это как это сказать как у вас каков с какого момента вы поняли что у него не настоящее оружие но он стал убегать и мне не было смысла по нему стрелять вот поэтому он забежал за угол и тогда я увидел то что это какой-то розовая хоть розовая херня вот и после чего я подумал она может быть игрушечным но он поднял руки поэтому и ты сегодня живой парень я поднял руки потому что вы на меня свою пукалку наставили пукалка это у тебя нам выдают настоящие пистолеты smith and wesson 44 калибра понял щенки бля а задержанный оказывал какое-либо сопротивление во время того как а вы его скручивали но начал убегать от меня когда ему сказал остановись я сделал несколько предупредительных выстрелов воздух это считается за сопротивление выстрела выстрелы попали в кого в какое-либо имущество но я думаю один из них попал в асфальт остальные воздух но это не дорога была это частная территория вы получаете на частная охрана я вас правильно понимаю да верно честно храна предприятие охранник майкл барри охран охране охране раем обычно грей все ты бы близлежащую территорию охране вы мне объясните пожалуйста самого начала то есть вы зашли внутрь до задержанной что делал направлял пистолет на продавца или или он просто ходил в руках с этим раз этим огрыдущий писать нет он стоял около входа в магазин еще этот его двухколесный этот как его неважно значит стоял около входа в магазин начал что-то орать и потом направил достал свою эту хрень и и набрал в моем направлении хорошо марок я в принципе вас понял все ваши показания свидетельствует о том что данный задержанной нарушил офицером мои показания вам интересно нарушил административный кодекс а именно 5 статью это нарушение общественного порядка да и все на своем состоянии висят камера верно то есть все ваши слова могут быть подтвердены и не только вашими словами но и документально приложившую запись видеокамер верно конечно я могу вам их предоставить вот правда у меня только начальство занимается камерами я не знаю как они конкретно работают там два кабеля идут я проверяю их периодически и все вот но я не знаю вы можете сами посмотреть если у вас есть желание но я считаю что этот молодой человек нарушил все что можно нарушить на под охране рамой мною территории под охране вы посмотрите на него это же ребенок какой он там чем-то мог нарушить бегали играли с детьми стрелить для игр есть детские квадраты на которых они играют с горками и так далее это отморозок они человек таких надо в тюрьму сажать морозов вам надо это еще и оскорбление это мое мнение у нас работная страна разговаривали начали офталь можно я скажу да 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 я вас вы получается как троси них получается наверное охранником подождите я хочу вас перебить сэр сэр послушайте меня пожалуйста дело в том что охранник уже дал свои показания в случае если они будут отличаться до показания охранника я вас уведомляю что дача ложных показаний уголовно наказываемо так что я советую вам говорить правду теперь его слушаю я вам правду и говорю подъехал я на заправку пошел за канистры и начал грубить сразу брать свой байк не стой здесь я вообще потому что он грабить хочет я вежливо попросил тебя отойти я полностью форме у меня есть автомобиль патрульной так что я не знаю как ты решил что я решил тебя ограбить как учитывая такую разговаривали это вообще неприемлемо дальше в общем я заправил свой байк поставил к кода практически на выходу где там он не рассказал чтобы я убирал свой клячу туда пора на помойке и как раз малыши вот эти подъехали на слушай парень если ты будешь коверкать слова я тебе что-нибудь сломаю тебе это понятно скажет охранник майк пожалуйста без угроз делаю вам устное предупреждение расскажите пожалуйста гражданином в черной куртке как вас зовут меня зовут джон коннор а джон коннор очень приятно скажите пожалуйста здесь какое-либо подтверждение ваших слов только вот два свидетеля вот которого вы задержали малыш еще один то есть вы обвиняете данного охранника майка в чем именно вы его обвиняете это искрение вас нет то что ну да он грубил и потом как раз когда вот эти дети там баловали с водяным пистолетом но он начал стрелять я не видел конечно я только слышал со стрельбой мы уже разобрались стрельба была правомерная возможно я не отрицаю конечно и все и вот он побежали за около я начал вызывать полицию как раз сегодня я буду общаться с вами а дальше у меня что не охранять моей территории или что я понять не могу это моя обязанность если ты нарушаешь правила конкретный конкретного места в котором ты находишься то это будут последствия понятно еще раз я не джон и я не совсем понимаю суть ваших претензий какими на претензии у вас к охране у нас групп 6 это называется профессионализм а не грубость доброго дня офицер а доброго дня вы свободно чего я не был свободен а давай сыр вы тоже свободно в черной куртке дай мне черную курточку я пойду дай мне черную курточку дай мне черную курточку развелось блин джиме вы меня дали заходят говорит типа я имею ввиду зайди объясни это типа как он бомж на улице нашел типа зайди объясни блин не виноват ни в чем там что так так делать я его не часто там вижу он как-то рандомно спавнится но когда он там есть это здорово туманно стало туманно а туман это опасность давайте вернемся обратно в грейпсе ты что-то блин засиделся я в сенде а у меня протоколы и вот это вот блин тоже каунда который хайвай патруля выглядит очень-очень круто так но это тогда это покатаемся по подконтролируемым нам территориям олени гонять это святое некий или в город можем съездить кстати я не знаю о мы кстати же аэропорт уже охраняем потому что есть инфа то что я видел вертолет который у нас летает это он вылетает по-моему из грейпси да но я не очень уверен насколько это правда должен быть справа от нас да здесь да да он в грейпсе да нет блин о да да он в грейпсе да офигительно осторожно осторожно осторож проезжай 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 дальше это сразу ну эй офицер я уважаю то что ты делаешь но давай ты не будешь курить здесь топливовый шланг пролегает ты поаккуратнее с ним если эта штука воспламенится то у тебя будут проблемы кто бы говорил ты только что по шлангу проехал на крузере я должен был это предотвратить я понял тебя хорошо извините мы поняли друг друга только не надо ладно мы поняли друг друга но угрожать мне не надо я не угрожаю я охраняю даже с рукой сижу в машине вечно на пистолете ловите смотри тихо да офицеры что вы хотели мне кажется он неадекват у да ну что тю 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 Так. Так, мне надо анимацию это отменить. Дум. Смотрят на следы бензина. Дум. Нормально. Нет. Тыкает пальцем. Бензин. Облизывает. Бензин! О, вот так, здесь на месте. Хахахахаха. Хахахахахах. Так. Задача Восточных Рейпсид. полечу вам требуется так и что вы тут делаете мы ложим заправочный шланг которая только что досталось вертолета не ложим а покладаем я понял хорошо мы можем посмотреть на запуск вертолета кстати так есть идея кстати о даже здесь есть винтсак который показывает направление ветра да осматривает следы от полозьев непорядок шаркает ногой чтобы скрыть следы вертолет куда в лицо черт возьми офицер отойдите я тыкает двумя пальцами в корову потому что видел как проверяют пульс в фильмах вы в порядке я я не у вас прошу вы преступник вы не видите существо умирает я боюсь что у нас нет пульса она не пульсирует вы понимаете что это значит это значит то что вы только что убили как вы могли не видеть это штука размером с две ваших машины я смотрел бортовой компьютер я не думал что они подходят вообще они здесь очень много фирм которые я контролирую и охранирую кстати это ваша работа да да но вы сбили только что эту штуку эту штуку то корову я не знаю как вы их называете а как вы ее называете штука ну теперь она мертва по протоколу я должен вас задержать отвернитесь пожалуйста от меня я вызову полицию простите я должен вас задержать и вызвать полицию укрепление уже движется ну развернитесь вы точно уверены что располагаете полномочия на свет у меня протокол это ваша работа спасибо за содействие полицейский теперь я вызову полицию а что здесь происходит собственно можно узнать да вот этот молодой человек сбил корову как как или как она там вот я его остановил и задержал сейчас я вызову полицию сейчас подождите а вы задержали получается полицейского да пройдемте со мной пожалуйста не мешайте сэр пожалуйста так вот вы в белой рубашке а вообще то я из управления шрифа блайн каунте прибыл по вызову да но я должен вызвать полицию хорошо вызывайте я сейчас этим займусь мне надо убедиться в том что все в порядке да и человек на данный момент не предоставляет угрозы пожалуйста наручники с полицейского у меня протоколы я не имею права полицию сэнди так с вами точно все нормально вызывает копов полицию аэропорт грейпсит вы только что сбили эту штуку у меня протокол вы задержаны на данный момент мы ждем полицию это понятно я вообще не обязан с вами разговаривать боже я задержал копа вы точно уверены что с вами все нормально да а вот и полиция сэр из группа 6 снимите пожалуйста майкл бэри меня зовут майкл бэри хорошо майкл бэри здравствуйте вот этот молодой человек и сбил вот эту штуку когда пытался выехать на своей вот этой белой машине даже не думайте полиция приехал если он скажет то что я могу снять наручники я сниму наручники хорошо ты можешь сесть в наручники сэр хорошо полицейские наручники я понимаю то что вы тут охранник лесов всего только что можно и что эти штуки у вас ваши друзья нет офицера у нас честной собственности но я не думаю то что корова это частная собственность корова эта штука по его словам в общем он сбил животное хозяин коровы имеется я так думаю корова сбежала из одной из ферм где-то здесь вокруг да ну или или с тех ферм и еще он там 1 вы связывались с хозяином коровы или узнавали хотя бы хозяин нет я только задержал вызвал полицию у меня нет такого в протоколах я заполню рапорт и свяжу все обязательно хорошо я вас понял думаю ваш помощь больше не потребуется корова займется управление шерифом я хочу чтобы это сказал полицейский ваша помощь больше не требуется не заниматься парни шерифа спасибо офицер давайте вам руку пожму спасибо за быстрое реагирование доброго дня я покажешь останусь мне надо работ запомнить что с этим парнем не так что с этим парнем не так а вон и вертолет на крыла мертва не пульсирует даже не пытайтесь она не пульсирует я поеду пожелаться черт возьми черт возьми это не преступники вокруг называют корни рыбки для туши коровы окей друзья надеюсь что вам этот эпизод понравился если это так не забывайте клацать на кнопочку лайк и подписываться на канал если вы хотите стать частью нашего замечательного роллплей сообщества и охранять все подконтролируемые вам территории то вы можете перейти по первой ссылке в описании urp.life регистрируйтесь подайте заявку и играйте вместе с нами на этом все друзья еще раз спасибо вам большое за просмотр мы увидимся с вами совсем-совсем скоро самое главное то не болейте и пока пока